МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В виде партнерства, прежде всего, со странами Евросоюза. Со 2 по 4 августа, то есть на эти выходные, субботу, воскресенье, в городе Санок, в Польской Республике, состоялась встреча, на которой присутствовали 4 мэра. Города Белгороднестровского Украины, мэр города Санка, Польша, мэр города Рейнхайма, это Федеративная Республика Германия, и мэр французского города Цестас. Предварительно были проведены переговоры с польским городом Санок, и 2-го числа, 3-го числа был подписан договор о партнерских отношениях между Белгороднестровским и городом Санком о партнерских отношениях. Этот договор был ратифицирован депутатским корпусом города Санка, теперь предстоит его ратифицировать на нашей городской сессии. Для чего это было сделано? Это было сделано с одной единственной целью. 10 лет назад, когда Польская Народная Республика выбрала для себя, определилась путь в Евросоюз, и для того, чтобы поднять уровень жизни поляков, Евросоюз стал оказывать полякам экономическую и финансовую помощь в поднятии уровня жизни. Сегодня такое время настало для нас, для того, чтобы мы могли в перспективе, как Украина настроена, войти и стать членом Евросоюза. Поэтому основная задача у нас состоит в том, чтобы мы могли наладить правильное сотрудничество с Евросоюзом в виде получения специальных грандов. В конце августа сотрудники нашего исполкома выйдут на учебу, которая состоится в Польше при поддержке Ассоциации городов Украины и Ассоциации городов Польши, для того, чтобы наши работники могли правильно составлять документацию и подавать документы на получение еврограндов. В ходе состоявшейся беседы с мэрами городов была с их стороны проявлена глубокая озабоченность ситуации, которая создана на сегодняшний день, сложилась в Украине. И мэров городов интересовала реальная ситуация, которая на сегодняшний день в Одесской области и, в частности, в городе Белгород-Днестровске. Руководители мэра Франции, Польши и французского города любезно согласились и сделали предложение мне, как городскому голове, оказать гуманитарную помощь для нашего города, поддержать наших малоимущих жителей в этот тяжелый момент и поддержать также тех жителей, которые приехали с востока нашей страны, Донецка и Луганска. Гуманитарная помощь планируется быть оказана одеждой, лекарством, медицинским оборудованием. Поэтому сегодня, на 2 часа дня, я собираю специально совещание, по которому мы должны определиться и в кратчайшие сроки предоставить заявку на необходимую помощь, которая нам в ближайшее время будет оказана. Кроме того, представители немецкой благотворительной организации оказали нам на данный момент помощь в приобретении новых импортных энергосберегающих насосов для нашего фонтана. Вы знаете, что в парке Ленина фонтан стоит, работать он не может, потому что те насосы фактически отработали свой технический срок и они вышли из строя. К сожалению, при всем желании, городской бюджет не может позволить себе их купить по одной простой причине, из-за отсутствия работы государственного казначейства, даже при наличии денег на счетах. Поэтому немецкая сторона любезно согласилась помочь эти насосы получить. И я думаю, что на следующей неделе мы вам их покажем. Насосы будут итальянского производства. Мы буквально сегодня уже отработали с руководителем нашего водоканала Дукачем Александром Васильевичем. Дукач Александр Васильевич, как депутат городского совета, любезно на себя взял обязанности в получении этого оборудования, в монтаже фонтана. И ему в этом будет помогать трудовой коллектив. То есть мы, я надеюсь, что в ближайшее время, это затягиваться не будет, сможем доложить громаде, что городской фонтан опять начнет полностью работать. Для чего нужно сотрудничество с Евросоюзом? Значит, у нас была достигнута договоренность с мэром города Санок, что город согласился принять наших специалистов, руководителей коммунальных предприятий. А в первую очередь, это в начале сентября или в течение сентября, я планирую отправить туда руководителя коммунального предприятия автотрансервис, это по уборке мусора, чтобы своими глазами Мацапей Валерий Николаевич мог пощупать, как работает на сегодняшней европейской стране по уборке, по сортировке мусора и как работает мусороперерабатывающий завод, который поляки получили за счет Еврогранда. Кроме того, будет направлен руководитель коммунального предприятия Водоканал Дукач Александр Васильевич, потому что, опять же, он должен своими глазами убедиться, посмотреть, как функционирует коммунальное предприятие в странах Евросоюза. Одна из самых главных целей, которые мы сегодня подчеркнули, что наш город Белгород-Днестровский находится на совершенно правильном пути, потому что в Восточной Европе, в той же Польской Республике, сегодня вода, тепло, мусор, пассажирские перевозки, это является сугубо коммунальными предприятиями, и они находятся под контролем города. То есть на сегодняшний день мы говорим о том, что городской совет проводит правильную политику по сохранению этих предприятий, с тем, чтобы они были коммунальными, и дальше мы будем в жизнь вводить, скажем, такую политику, с тем, чтобы эти коммунальные предприятия работали и развивались. Как мы до этого говорили, в этом году мы завершаем, у нас идет проект приграничного сотрудничества с Румынией и Молдовой. Город получил, пусть небольшой грант, но 20 тысяч евро мы получили по трансграничному сотрудничеству. Дальше мы намерены плотно сотрудничать при поддержке польской и немецкой стороны с Евросоюзом по получению и привлечению еврогрантов. Редактор субтитров А.Семкин